Всем привет! С вами канал Космостар. 29 декабря исполнилось 73 года актрисе и режиссеру, заслуженной артистке Украинской ССР Елене Аминовой. Она сыграла в кино более 60 ролей, но у миллионов зрителей ассоциируется лишь с одной героиней, помощницей графа Калиостро Лоренци из фильма «Формула любви». Появление яркой красавицы произвело фурор и на экранах, и за кадром. Как ее партнеры по съемкам Александр Абдулов и Семен Фарада пытались обратить на себя ее внимание и куда пропала актриса после своего триумфа в кино, далее в нашем обзоре. Елена Аминова родилась в семье потомственного хирурга в городе Новоград, Волынском Житомирской области Украины. Кочевать по разным городам она начала задолго до своего знакомства с графом Калиостро. В детстве она жила в Ленинграде, где ее отец учился в медицинской военной академии, в школу пошла в Карелии, студенческие годы провела в Киеве, а на сцену театра вышла в Мурманске. Поначалу Елена не планировала связывать свою жизнь с актерской профессией. После развода родителей она осталась с мамой, которая уговорила ее поступать на биофак, где в свое время училась сама. Туда Елена не прошла по конкурсу, но ее приняли на факультет журналистики. После этого Аминова работала корреспондентом отдела культуры в газете «Киевская правда». Так продолжалось до тех пор, пока к ним не поселился квартирант, учившийся на режиссуре в театральном институте. К нему часто приходили друзья, актеры, которые и посоветовали Елене тоже попробовать свои силы в этой профессии. И со второй попытки она поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко – Карова. У нее были очень хорошие педагоги, которые помогли поверить в себя и убедиться в правильности сделанного выбора. После завершения учебы Елена по распределению попала в Русский драматический театр Северного флота в Мурманске. Отработав там полтора года, Елена переехала в Одессу, на родину ее матери, где выступала на сцене Русского драмтеатра. Там она задержалась на 15 лет, там получила звание заслуженной артистки УССР. А потом отправилась в Москву. Сниматься в кино Аминова начала в Украине, на киностудии имени Довженко, но периодически приезжала в Москву и в Ленинград на пробы. Она их успешно проходила, но на роли утверждали других актрис. Елена уже отчаялась, когда однажды ей позвонили и предложили приехать на пробы в фильм Марка Захарова «Формула любви». Поначалу она отказалась, но ее удалось переубедить. Аминова пообещала себе, что это будут ее последние пробы в столице, если ее опять не утвердят. Но она обошла сотни претенденток и получила роль Лоренци. Когда Елене Аминовой предложили роль обольстительной помощницы графа Калиостро Лоренци, ей было уже 34 года, а сниматься предстояло в откровенных нарядах. Правда, переживать по этому поводу ей было нечего, она была невероятно хороша. Поначалу эпизодов с ее участием было намного больше, но при монтаже пришлось вырезать несколько сцен, и из двух серий в итоге получилась одна. Когда раздосадованная актриса спросила у Захарова, почему удалили именно ее эпизоды, режиссер ей ответил, Леночка, ну фильм, то не о вас. Марк Захаров говорил, Семен Фарада и Александр Абдулов – люди, без которых я не умею снимать ничего. Им он позволял полную свободу на съемках, и в кадре они часто импровизировали и предлагали собственные идеи и реплики. Абдулов придумал сцену со сниманием парика, он же вместе с Фарадой убедил режиссера в том, что их герои должны исполнить псевдо-итальянскую песню «Уна, Уна, Уна, Уна момента», которой изначально в сценарии не было. За кадром они поражали своими импровизациями не только режиссера. Яркая красавица Елена Аминова, которая появлялась в кадре в купальнике, не могла не привлечь их внимания, и они наперебой принялись вокруг нее горцевать. Семен Фарада катал ее на своей машине, а однажды она проснулась утром в доме, где жила на съемках, и обнаружила, что вся ее постель усыпана цветами. Оказалось, для того, чтобы подготовить этот сюрприз, Абдулов и Фарада ночью обнесли клумбу во дворе дома. Конечно, тут же пошли слухи о служебных романах. Спустя годы Аминова призналась, они за мной не ухаживали. Я их любила, они меня любили, но у нас были теплые братские отношения. После этого актрисе предлагали множество однотипных ролей, соблазнительных роковых красавиц, как правило иностранок. Во второй половине 1980-х, 1990-х годов она продолжала много сниматься. Аминова запомнилась зрителям по ролям в фильмах Дымка, Миллион в брачной корзине, Выше радуги, Группа риска, Под знаком скорпиона, Любить по-русски, 2, Графиня де Монсаро, но, как правило, все это были роли второго плана. Постепенно ее популярность пошла на спад. Актриса продолжала сниматься в кино и в начале нового столетия, но работ было немного, а паузы в съемках растягивались на несколько лет. В начале 1990-х годов Аминова переехала в Москву и занялась режиссурой в Центре детского творчества, а потом начала преподавать актерское мастерство в театральном кружке. У красавицы актрисы всегда было множество поклонников, но служебных романов она не заводила. Елена Аминова трижды была замужем. Своей судьбой она считала третьего мужа, кинооператора Юрия Любшина, сына знаменитого актера Станислава Любшина. У пары родилась дочь. Семья стала для актрисы самой большой ценностью в жизни. С тех пор она не переживала из-за своей невостребованности в кино. Аминова признается, я всегда боялась большой славы и больших денег. Мне казалось, что если человеку дано в чем, то одном очень много, то в чем, то другом обязательно что-то забирается. Весы должны быть в равновесии. К тому же у нее никогда не было поводов чувствовать себя за бортом профессии. Когда она не снималась в кино, работала с учениками, и это приносило ей огромное удовольствие.